Добрый день, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Кто впервые очутился, меня зовут Марат Валеев, я врач-кардиолог. И на своем канале мы разбираем какие-то сложные медицинские термины, понятия, заболевания, лекарства наиболее простым и доступным языком. Перед тем, как приступить к нашей рубрике «Ответы на вопросы», рекомендую вам перейти на телеграм-канал мой, где много полезной и хорошей информации про наше с вами здоровье, и где мы уже сможем с вами более тесно общаться, взаимодействовать. Вы можете задавать вопросы, записывать там подкасты. Поэтому обязательно переходите, и увидимся с вами в телеграм-канале. Можно ли глицин принимать при сахарном диабете? Очень много комментариев вы оставили на это видео про глицин, потому что действительно глицин сладковатый на вкус, и с латинского переводится как «сладкий». И многие спрашивают, можно ли при сахарном диабете. Действительно, у него нет противопоказаний, и при сахарном диабете его принимать, конечно, можно. Понятно, что если вы выпьете там 10-15 таблеток, он незначительно уровень сахарного в любом случае может поднять. Это тоже нужно иметь в виду. Но в целом эти микротаблетки, они, я думаю, что незначительно повлияют на уровень глюкозы в крови. Доброе утро, доктор. Подскажите, пожалуйста, я пила Эдарби 20 без Кло, то есть без мочегонного давления, не держит. Мне в аптеке посоветовали взять гипотеозид, мочегонный препарат. Можно ли его пить? Если вы принимали Эдарби, и он более-менее неплохо на вас работал, целесообразнее, я думаю, все-таки добавить именно Эдарби Кло, то есть со своим мочегонным, нежели добавлять к просто препарату Эдарби отдельно мочегонный препарат. Наверное, это не совсем целесообразно. В идеале все-таки добавить Эдарби. Может быть, дозировку Эдарби немножко увеличить, все-таки может до 40 мг, либо добавить, например, Эдарби Кло просто. Уважаемый Артхазип, в течение некоторого времени принимаю следующий препарат. Микардис, Леркомен плюс Ладос. У меня есть сахарный диабет. Сейчас Микардис из аптек пропал. Как подобрать замены? И стоит ли обращать внимание на производителя? С уважением. Илдус Амировна. Илдус Амировна действительно Микардис в аптеках сейчас не найдешь. Препарат достаточно хороший был. Я думаю, что можно на другой Сартан заменить. Один из вариантов это Телми Сартан, например. Можно даже Лозартан, либо Валсартан. Какой-то из Сартанов, я думаю, поменять можно. Что же касается производителя, конечно, производитель имеет огромное значение. Сейчас мы не будем говорить, какие производители хорошие, какие нет. Но производитель играет, я думаю, что огромную роль вообще в эффективности лекарственных препаратов. Я думаю, мы, наверное, на эту тему отдельный ролик даже снимем. Поэтому, если эта тема для вас интересна, обязательно оставьте свой комментарий. Для того, чтобы у меня было понимание, что тема интересна. И мы сможем заснять на эту тему видео. Мой муж таблетки глотает и не желает рассасывать. Глицин и глицин форта. В чем разница? Если вы видите в любом препарате вот эту приставку форте, это говорит о том, что в нем увеличена дозировка. То есть, скорее всего, глицин идет не в обычной дозировке, а дозировка увеличится уже в разы. Возможно, даже в два раза. Либо второе значение, что означает форте, значит, к этому препарату добавлен еще какой-то компонент. Ну, например, есть ножпа, ножпа форте. Ножпа обычная доза 40 мг, форте 80 мг. Либо, например, пустырник. Есть пустырник, есть пустырник форте. Пустырник форте, к нему добавляется еще магний B6. Поэтому обращайте тоже на это внимание, действительно. Есть еще такая приставка, как ретард. Как правило, это говорит о том, что он такого пролонгированного действия. То есть, всасывается более медленно и более длительно действует. У меня, то есть, про статины здесь идет речь. У меня от них страшные боли в мышцах, рук и ног. Миалгии ослабили мышцы. А холестерин 9, что делать, не знаю. Бросило пить. Очень хороший вопрос, на самом деле. Действительно, статины, у них одно из частых побочных действий, это мышечные боли. И порой бывает, что очень сильно болят икроножные мышцы. Такая сильная слабость в ногах. Понятно, что в таких случаях принимать статины не совсем, наверное, разумно. Но сейчас, благо, есть все-таки препараты, похожие на действие статинов. Но к статинам они не относятся. Один из таких препаратов – это изитимиб. Я думаю, тоже отдельный ролик про него снимем. Но, в принципе, вы можете заменить статины на изитимиб. И посмотреть уже, как на нем пойдет ваш липидный профиль, ваш уровень холестерина. В любом случае, это нужно сделать по рекомендации врача. И у врача об этом спросить, можно ли вам перейти на изитимиб. Спасибо, я использую Ларисту уже пару лет. Дозировку 100. Это не вредно. Чувствую себя нормально. Но иногда давление поднимается до 200. Может, нужно сменить препарат. То, что Ларисту принимаете несколько лет, и она работает, это очень хорошо, на самом деле. Потому что у многих людей приходится вот это вот… Начинается билиберда с подбором препаратов. И то один препарат назначаем, не помогает, потом другой. И вот пару лет вот так подбираем препарат. Если вы нашли для себя комфортный препарат, который снижает давление, это действительно радует, это действительно хорошо. Что же касается, что иногда повышается до 200. Тут все ключевое слово. Иногда. Насколько это часто бывает? Если это раз в два месяца, ничего страшного. То есть, из-за этого препараты принимать не надо. Если это происходит, например, раз в неделю или раз в 3-4 дня, ну, действительно, тогда надо задуматься о том, что возможно не менять препарат, а возможно добавить к нему просто дополнительно из другой группы. Нужно сделать монитор давления в первую очередь и посмотреть, если у вас давление в течение дня нормальное. И кризы такие достаточно редкие. Ну, я бы не стал, наверное, менять препарат. Доктор, а может высокое давление привести к аритмии? У мамы там был пульс, пульс был у нее 190. Однозначно может. При высоком давлении, при гипертонических кризах, очень бывает часто такое, что повышается пульс. Это компенсаторная реакция. Вот это повышение давления, вот эти гипертонические кризы, они, конечно, могут и спровоцировать какие-то аритмии. Если у человека есть, например, предрасположенность, иногда бывает, что на фоне высокого давления, например, у человека срывается ритм, у него начинается, например, фибрилляция предсердия. Поэтому такое тоже имеет место быть. Поэтому повышение давления, вот эти гипертонические кризы, это, конечно, провоцирующий фактор. Здравствуйте, подскажите, как снизить нижнее давление, если оно повышается до 120? изолировано снижать диастолическое давление, то есть нижнее 120, я думаю, что не получится. Любой препарат, который снижает давление, он снижает как и верхнее давление, так и нижнее давление, то есть как систолическое, так и диастолическое. Здесь надо понимать значение все-таки пульсового давления, то есть разницу между систолическим и диастолическим. В идеале сделать мониторирование, конечно, посмотреть все-таки до каких уровней повышается и постараться скорректировать лечение. Огромный упор надо сделать все-таки на немедикаментозные способы. Посмотреть на индекс массы тела. Возможно, есть избыток массы тела. Посмотреть потребление соли. Насколько вы много употребляете соли. То есть здесь вот так однозначно сразу не ответишь. Надо, конечно, вас смотреть и анализировать ситуацию уже по факту. Здесь про глицин. А как влияет он на давление? Что же вы не сказали? Понижает и в каких дозах? Глицин на самом деле на давление практически не влияет. Да, действительно, за счет того, что некоторые после глицина успокаиваются. То есть некоторые многие перед сном пьют его. И чувствуют, что после глицина они становятся спокойнее. И, соответственно, физиологическое давление уже может снижаться. Поэтому многие думают, что глицин снижает давление. На самом деле он на давление никак не влияет. Поэтому если у вас на фоне глицина снизилось давление, возможно, оно снизилось за счет того, что вы просто успокоились. Вот это ушел какой-то стрессовый компонент. И ваша нервная система просто стабилизировалась. Скорее всего, это связано с этим. Вот такое небольшое информативное видео получилось. Спасибо вам за просмотр. Переходите в телеграм-канал. Увидимся. И самое главное – не валяйте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok